С вами доктор Кустрик и сегодня мы поговорим о инфекциях, которые передаются половым путем. Количество бактериальных инфекций, передаваемых половым путем, зарегистрированных во всем мире, достигло рекордного уровня. Это вызывает беспокойство по многим причинам. Инфекции, передаваемые половым путем, могут повысить риск заражения ВИЧ, бесплодия, осложнений беременности и детской смертности. К счастью, все эти результаты можно избежать, если люди получат соответствующее лечение. Инфекции, передаваемые половым путем, это заболевания, вызываемые микроорганизмами, передаваемыми между людьми во время секса. Эти инфекции могут поразить любого, кто не поразился. Сифилис, гонорея и хламидиоз – самые распространенные бактериальные инфекции. Трихомониаз, протозоинные инфекции также часто диагностируются у женщин. У пораженных мучтин почти никогда не бывает симптомов. Ряд вирусов может передаваться половым путем, в том числе вирус простого герпеса, вирус папилломы человека, ВИЧ, гепатит В. Каковы симптомы этих инфекций? Новое высыпание на половых органах или других местах тела, увеличение лимфатических узлов, лихорадка или выделение из полового члена, влагалища или заднего прохода могут быть признаками инфекции, передаваемых половым путем. Хотя многие люди не замечают такие симптомы, потому как некоторые из этих заболеваний протекают бессимптомно и могут быть идентифицированы только с помощью склининговых тестов. Например, по оценкам хламидиоза, ежеводно страдает около 3 миллионов людей, но симптомы могут возникать только у 5-30% людей. Другие инфекции, передаваемые половым путем, такие как мекоплазма гениталиум, могут не вызывать симптомов, их трудно диагностировать. Почему растет число инфекций, передаваемых половым путем? Причин много. В том числе не используют барьеры, такие как презервативы и зубные прокладки во время секса. Хотя презервативы могут предотвратить передачу большинства инфекций, передаваемых половым путем. Многие люди любого возраста и пола им почему-то не пользуются. А зря. Изменение отношения и знаний о ВИЧ может дать некоторым людям ложное чувство безопасности в отношении незащищенного секса. Другие пути передачи. Например, при наличии у матери инфекции, передаваемым половым путем, может передать инфекцию своему ребенку во время беременности или родов, либо во время грудного вскармливания. При совместном использовании инъекционных материалов, при совместном использовании одной зубной щетки, например, если у больного гепатит B, полотенец и простыней, лобковые вши и чесотка, при кожном контакте, если вы ложитесь рядом раздетые, при грудном вскармливании от матери к ребенку, еще раз повторюсь, при пользовании общими инъекционными материалами. Кого следует обследовать на эти инфекции? Если вы считаете, что у вас могут быть симптомы инфекции, передаваемых половым путем, или вас беспокоят недавние половые контакты, лучше пройти обследование. Кроме того, целевая группа профилактических услуг рекомендует рутинный стриминг из сексуально активных молодых женщин, мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами и других лиц с высоким риском инфекций, передаваемых половых путем, в том числе тех, кто занимается небезопасным сексом или использует общие иглы для инъекций, инъекционные наркотики, в том числе и кухонные принадлежности. Если вы хотите пройти тестирование на наличие этих инфекций, результаты тестирования конфиденциальны, а много тестирований бесплатны. Что же еще нужно знать об этих инфекциях? Эти инфекции могут инфицировать любую ткань слизистой оболочки, подверженную воздействию инфекции. Например, горло, задний проход, прямую кишку и гениталии. Вы спросите, что же я могу сделать, чтобы предотвратить заражение? Если у вас есть инфекция, передаваемая половым путем, вы можете заразить другого человека. Что нужно? Обратиться к врачу. Обсудите это со своим партнером и убедите его или ее обратиться также к врачу. Таким образом вы защитите и себя, и другого. Если ваш партнер не пройдет лечение, то вы вновь заразитесь, если займетесь с ним сексом без презерватива. Чтобы снизить риск заражения своего партнера, не занимайтесь сексом во время лечения, либо пользуйтесь презервативом. Если недавно у вас был секс с другим человеком, предупредите также и его или ее. В этом случае этот человек сможет сдать анализ и пройти соответствующее обследование. Если у вас есть инфекция, передаваемая половым путем, убедите, что вы получаете соответствующее лечение. Инфекции, передаваемые половым путем, можно предотвратить и вылечить. Будьте бдительны и благоразумны. Помните, что именно минутная слабость может привести к нехорошим последствиям. Ставьте лайки и оставайтесь с нами, если эта информация была полезна для нас. До вас. До новых встреч.